Всем привет! Сегодня наш поход будет не в болоте, не на островах, а возле нашего домика. Прям с краю леса. Наш лес начинается вот так. Я хочу показать, как можно собрать грибы, не обладая специальными знаниями местности. Ведь октябрь очень щедрый на грибы. Их можно собирать везде. Пошли! И сразу же в траве возле молодых сосенок появляются маслята. Это хорошо. Но я слышу крики грибников. Это плохо. Нужно работать быстрее. Начинается конкуренция, которую я не люблю. Но сегодня ходим по опушке. Придется терпеть. Грибы не успевают вылезти из-под земли кучками и тут же срезаются. Грибников много, но и грибов достаточно. Правда, искать их тяжело. Они здесь никогда не стоят так открыто, как на островах. Режешь же грибы и слышишь разговор других грибников. Вот это напрягает. Хочется сбежать в пойму. Но у нас сегодня эксперимент, что можно найти на опушке. Маслят, как и раньше. Много червивых. Поэтому заканчиваем с маслятами и проходим в лиственную рощицу. Посмотрим, какие там грибы в октябре. А в роще нас сразу встречают зонты. Мне очень нравится, что их грибники не берут. Это единственный гриб, который может стоять открытым прямо на опушке. Молоденькие, похожие на гранаты. Они очень вкусные в маринаде. Прямо как кальмар. И рядом с зонтами очень много каких-то ложных шампиньонов. Мы не знаем точного названия. И не берем эти грибы. Мы будем благодарны, если знающие люди напишут, что это за гриб. Их подозрительно много в этом году. Внутренний голос подсказывает, что это ядовитый гриб. Однако где-то здесь должны быть опята, если их еще не собрали. Вот они. Это осенние. А могут быть еще и зимние. Вернее, не зимние фламулина, а позднеосенние опята. Вот как эти два красавчика. Они в этом году начинаются-начинаются, никак не начнутся. Но потихонечку торчат и они из-под листвы. Идем и собираем. Не густо, но будем с грибами. Не густо, но не густо. Вот край леса, там наши маслята, а вот здесь уже рощица. Просто красиво. Итак, гриб за грибом и ведро соберем. А вот рядом с опятами козьи как уль. Хорошо, что прям не на хребах. Заканчиваем собирать ведро и идем к дачному домику. Эксперимент завершен удачно. Октябрь такой щедрый на грибы, что даже без особых знаний можно собрать ведро грибов. Поздние опята только-только лезут и будут еще долго. Добавляем. До свидания. До свидания. А вот и зимняя фламмулина. Но мы будем ее собирать чуть позже, когда похолодает. Тогда она прет крупная. Вот и все на сегодня. Всем пока. До новых встреч. Нас еще ждет много интересных приключений и экспериментов. Пока. Продолжение следует...